Кризис приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Чем иногда и пользуются недобросовестные продавцы. Чтобы проверить, имеются ли в Чебоксарах случаи необоснованного завышения цен на продукты, Народный контроль посетил ряд магазинов города. Сравнивала цены и наша съемочная группа. Гречка. Цены на этот индикатор национальные экономики обсуждают и на лавочках у подъезда, и в глобальной сети. Подорожание крупы в народе называют не иначе, как гречневым кризисом. Вот думаю, что родным на Новый год подарить? Гречку, макароны или рис? Со времен космонавта гречка не взлетала так высоко. Специалисты ситуацию называют надуманной и раздутой. Бывает ли дым без огня, и выясняла Народный контроль. Еще совсем недавно здесь, в магазине спального района города, гречка стоила 24 рубля за килограмм. Сотрудники магазина поясняют, то была акция. Сейчас 57 рублей 20 копеек. Примерно как везде. Гречка хорошо идет даже по этой цене. Потому что у поставщиков, у конкурентов цена примерно такая же. В целом по республике гречневая крупа за прошлую неделю подорожала от 2,5 до 3,2 процента, сообщает Чувашстат. В одном из крупных сетевых магазинов мы зафиксировали цену 52 рубля за килограмм, в другом 67. Впрочем, в перечне продуктов, на которые выросли цены, помимо гречек, еще много позиций. Так, по данным Чувашстата, сахар подорожал на 5-10 процентов. Самая низкая цена, которую зафиксировал Народный контроль во время рейда – 39 рублей за килограмм. Самая высокая – 47 рублей 90 копеек. 47 сахара, где-то я 40 видела. Так я редко захожу сюда. Вот хотела сахара, у них всегда дешево я была, а сегодня 47,90. Творог, масло, сыр, мясо, конфеты. Продавцы не скрывают, многие продукты хоть и незначительно, но подорожали. Меры вынуждены и зависят исключительно от цен поставщиков. Работать себе в убыток они не могут. Мы стараемся сдерживать цены и минимально держать цены для потребительской корзины. Они если выросли на 1-2 рубля незначительно. Гречка в основном подорожала и все. Ажиотаж только на сахар, гречку и на подсолнечное масло. Почему тут люди берут, видимо, готовятся к следующему году на засолы, на варенье. Цена формируется от того, что мы получаем товар от поставщика. На сегодняшний день цена не меняется, мы стабильно работаем в спокойном режиме. Товар представлен, можете посмотреть по гипермаркету, все полки забиты. Небольшой ажиотаж есть, но не такой, чтобы создать дефицит в столичных магазинах. За последние годы население уже не раз пугали и концом света, и дефолтами. У молодого поколения запасаться продуктами впрок привычки не выработалось. Ну а старшее поколение за свои годы повидало и не такое. Ну мы берем то, что необходимо, особо впрок ничего не берем. Цены терпимые, но неприятно. Надо кушать здоровую пищу. Что теперь? На цену смотреть. Растут, растут, зато зарплата не растет. Выживем. Выжили же, не первые розетки. И будем жить. Полагаю, что если ходят различные проверки, то сильно наглеть не дадут. И думаю, что вот такие вот крупные магазины, они все равно не будут завышать цены. Конечно, указывать продавцам и влиять на ценовую политику городские власти напрямую не могут. Однако ситуацию под контролем держать все же нужно. Мы проехались по магазинам, посмотрели, какой ассортимент есть социально значимой продукции в наших торговых сетях. О чем мы тревожились, о большом росте цен. Да, рост такой есть, но он не такими высокими темпами. Мы, конечно, обязательно будем контролировать и смотреть в дальнейшем эту ситуацию. Потому что каких-то у нас норм, влияния таких нет. Но наша общественность должна смотреть, как идет формирование цены. Кстати, люди с набитыми доверхокорзинами в магазинах все-таки встречаются. Однако товары в них чаще всего не первой необходимости, а к новогоднему столу. Ольга Пырочкин, Андрей Спиридонов, Республика.